Бутылки, пакеты, покрышки, подушки, строительный мусор и пищевые отходы. Так сейчас выглядит берег реки Игорлык в селе Гаяны. Уголок с уникальной природой превращается в гигантскую помойку. И каждый день она разрастается. Село Гаяна – это прекрасный остров среди чудесной природы, рядом заповедник Игорлык. Это слияние двух рек – Игорлыка и Днестра. Жителям некуда выбрасывать мусор. Да, им предложили везти мусор за 12 километров от этого села в соседнее село Дайбаны. Кто-то может это сделать, кто-то нет. Кто имеет машину, может отвезти. А вот одинокие женщины, без машины люди, куда отвезут? Они будут в стихийные свалки вокруг села. Куда выбросит? Ну, в овраг какой-нибудь, который стекается в реке Днестр и в Игорлыке. Выход из сложившейся ситуации, можно сказать, нашли коллегиальным. За дело взялись инициативные жительницы Гаян совместно с представителями Дубосарской общественной организации «Медики за экологию». Начиналось все с того, что мы узнали мнение жителей. Не только просьбы инициативной группы, но и на самом деле, как обстоят дела. До этого было проведено социологическое исследование. Действительно, это занимались ученые. Операторы анкетировали в самом селе. 45 женщин было проанкетировано разных слоев населения из разных возрастных групп. В результате мы узнали, да, действительно, проблема мусора, стихийных мусорных свалок, экологические проблемы, они на первом месте идут. Мусор – всемирная экологическая проблема наших дней. По данным Всемирного банка, ежегодно человечество производит более 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. К 2050 году эта цифра грозит вырасти до 3,5 миллиардов тонн. В мире по-разному решают эту проблему. Например, в Японии население самостоятельно разбирает мусор на десятки категорий. Жители Индии только учатся централизованному сбору, а итальянские города то и дело оказываются на грани мусорного коллапса. Опыт по сбору, утилизации, переработке мусора на вторсырье везде свой. Инициативные женщины из Гаян побывали в одном из сел Молдовы, чтобы увидеть их подход к этой проблеме. Женщины-активистки этого села была создана женская инициативная группа. Они ездили в село Рыжково, Креулянского района, где увидели, как там жители справляются с этой проблемой, что они делают, насколько они активны. Но им очень понравилось, и сейчас уже речь идет о раздельном сборе мусора. Анкетирование, ознакомительный визит, план по решению злободневной проблемы. Написав проект «Женщины за чистоту села», активисты начали воплощать свой план в жизнь. Нам очень был необходим этот проект, чтобы люди собрали в одно место, чтобы не загрязнять окружающую среду. Сейчас мы находимся на этом месте, где будет проведено строительство этой рампы, огороженной рампы для сбора мусора. Место сбора мусора, оно очень простое. Это рампа, платформа, которая огорожена сеткой рабицы. Мы продумали, чтобы высота этой сетки, ограждения, была 3 метра. Но это довольно высокое. Почему? Ну, потому что мусор разлетается по окрестным полям, опять же, в тот заповедник, в ту же реку. Люди будут подъезжать к этой рампе, подниматься на нее или с тележкой, или с каким-то другим грузом и скидывать этот мусор в специальный прицеп. Прицеп от КамАЗа, от трактора. И когда уже будет накапливаться этот мусор, его будут вывозить. Определено место централизованного сбора мусора. Начались работы по строительству рампы. Проект «Женщины за чистоту села» реализуется общественной организацией «Медики за экологию» совместно с инициативной группой жительниц села Гаяны Дубосарского района. Проект осуществляется при поддержке Фонда Восточной Европы из финансовых средств, предоставленных Европейским Союзом и Швецией.